Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется 25 новыми случаями коронавирусной инфекции по данному управления Роспотребнадзора по Республике Сахая-Якутия. В городе Якутске зарегистрировано 15 случаев, в Чуропчинском, Мирненском районе по два случая, в Ангинском, Нюрнгринском, Нюрбинском, Алёкминском, Татинском, Усиалданском по одному случаю. Необходимо обратить внимание на появление новых случаев в Полёбинском и Усиалданских районах, там, где ситуация была достаточно стабильной. Всё здесь чем? Перед оперативными штабами этих районов стоит соответствующая задача для принятия мер по усилению мер контроля за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий, как от соблюдения требований граждан, так и, соответственно, от дезинфекции пространства. За сутки лабораториями Республики проведено 1814 исследований на новую коронавирусную инфекцию, и на настоящий момент у нас уже сделано на территории Республики с марта прошлого года 1 12 448 тестов. На 2-е, на 4-е, 2021-е получили первую вакцину в Республике 59 097 человек, вторую вакцину получили 52 386 граждан Республики. Продолжается приоритетная вакцинация лиц старше 60 лет. Из числа вакцинированных старше 60 лет первую вакцину получили 13 811 человек. Сегодня поступило дополнительно 30 600 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В течение выходных дней будут работать склады Саха-формации, и, соответственно, с понедельника вакцина будет распределена по лечебным учреждениям, прежде всего для вновь возобновления, где была она приостановлена вакцинация. Необходимо обратить внимание, что непосредственно, вы помните, что вчера был подписан, 1 апреля был подписан указ главы Республики Саха-Якутия, который продлил режим самоизоляции для лиц пожилого возраста старше 60 лет и лиц, болеющих хроническими заболеваниями. В связи с возникающими вопросами хочу обратить внимание на то, что на лиц, которые вакцинированы, либо непосредственно прошли заболевания с соответствующим лечением в течение 6 месяцев, данное правило о самоизоляции не распространяется. Я хочу обратить сегодня внимание на то, что у нас в режиме новых стандартов проводятся ряд мероприятий, в том числе мероприятия и с приезжающими гражданами. В аэропорту города Якутска проводится термоконтроль. Все мероприятия, которые проводятся, в том числе спортивные, необходимо четко соблюдать как дистанцию, так и непосредственно меры индивидуальной санитарной безопасности. Продолжение следует...